Гагарина засовывает в ракету, он говорит, вы что дураки, у вас что у всех крыши, поехали! Родился я в городе Зима, всю жизнь прожил в Саянске с 85-го года, ну, коренной, можно так сказать, саянец. Закончил Саянское медицинское училище, но по специальности работать не пошел. Очень уж привлекала Сергея творческая деятельность. Одним из хобби нынешнего ведущего радиоканала Саяны является театралка. Сергей, будучи школьником, занимался в театральной студии у Юрия Валентиновича Буяка. Пять лет я там отходил, преподавал. Театральная деятельность мне очень сильно близка. Как говорится, радио это театр одного актера, ведь эта работа требует особого артистизма и определенной творческой составляющей. Так и привела его дорожка театрала к микшеру и микрофону небольшой радиостанции. Позвонили с Ретро-ФМ, с Саянского, и предложили поработать именно в качестве ведущего. Я, конечно же, согласился. Позвонила, кстати, первая редактор радио Анастасия Антоненко. Насте, привет! Сергей работает на радио уже более пяти лет. Все эти годы у меня радовала эта работа. Радовали вы, уважаемые наши слушатели. Большое вам спасибо за ваши добрые слова, за ваши пожелания, благодаря которым наши передачи есть, существуют и дарят хорошее настроение. Отличное самочувствие вам же. Спасибо вам. Кстати говоря, Москва не сразу строилась. Пока Сергей был ведущим-начинающим, у него были свои сложности. Очень сильно боялся микрофона. Выходить в эфир боялся. Вот этот самый страх, он один из основных о работе ведущего. Получается, когда стажируешь людей, у них вот самое-самое-самое страшное, это не выводить микшер, работать с микшером, это не так страшно. Гораздо страшнее это выходить в эфир и говорить первое «я», первое «здравствуйте», это довольно-таки панически. И вот не все переходят именно этот барьер, а те, кто переходит, те уже как бы работают, все нормально. Но Сергей в очередной раз смог доказать, что человек может совершить все, что угодно, если просто настроить себя. Просто настроить, психологически настроить, настраивать, что нужно, это нужно. И вот так вот, как бы это, и втянулся. У меня тоже кот, кстати, не любил пылесос, а потом ничего, втянулся. Работа на радио представляет собой качественную и краткую подачу свежей информации. Емкие и интересные выпуски новостей требуют особого внимания. Но помимо серьезных передач, Сергей ведет и развлекательные программы, где каждый может передать привет или поздравления, а иногда и выиграть приз. В преддверии Дня химика для всех работников Сайенс Химпласта будет проводиться специальная акция для самых химически подкованных. Будут разыгрываться интересные подарки, так что, уважаемые заводчане, участвуйте и выигрывайте. А для работников Сайенс Химпласта и водочерних предприятий есть специальная программа в рабочий полдень, которая выходит со дня образования радиоканала «Саяны». Помогают ее совершенствовать сами заводчане. Очень много пожеланий разнообразных от заводчан поступают о том, какие бы они хотели услышать песни, какие бы они хотели увидеть программы. И мы прислушиваемся к ним и пытаемся как-то это реализовать, воплотить в жизнь. Работа Сергею очень нравится, и он ни на что не готов ее менять. Ведь радиоведущий – это тот человек, который готов дарить радость всем, кто его слышит, а иногда и оказывать психологическую помощь. Кто-то без настроения просто звонит, говорит, плохое у меня настроение, там, день рождения, у меня все друзья забыли, и вот хочу сам себя поздравить. И ты поздравляешь, как бы поднимаешь настроение, разговариваешь с этим человеком, много положительных эмоций сам себе зарабатываешь. Ну, плюс к карме, короче, какой-то есть такой. К нашему родному Саянску Сергей относится с большой любовью и желает, чтобы жители улыбались как можно чаще. Наш город – самый лучший город на Земле. Этот город – самый лучший город на Земле.